Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вновь вас приветствовать. Вы смотрите передачу «По душам». В продолжении предыдущей темы о воспитании женственности у девочек сегодня мы хотим посвятить нашу передачу «Воспитанию мужественности у мальчиков». Все больше родителей в современном мире задаются вопросом, как же все-таки воспитать мужественность у сыновей. Это тема нашей сегодняшней программы. Будьте с нами! В мужском характере, впрочем, как и в женском, есть своеобразные психологические особенности. Зачастую мы, когда воспитываем наших детей, не замечаем какие-то отдельные произнесенные фразы, какие-то действия, они очень сильно влияют на характер. Так какие же психологические особенности есть у мужского характера? Разберемся вместе. Психологические особенности у мужского характера заключаются прежде всего на достижении какого-либо результата. Психология поведения мужчин, помимо природной склонности, закладывается в мальчиков с детства. Вспомним, например, конструкторы, кубики, сборку аэропланов, парусников. То есть определенные действия, направленные на конечный результат. Таким образом, самооценка с малых лет опирается на их способности и достижения. Одной также из особенностей мужского характера является то, что он привык защищать и сам принимать решения. Порой женщины не дают возможность, допустим, своему сыну принимать какие-либо ответственные решения. Все решается за них. Кстати говоря, совсем недавно я наблюдала такую интересную сцену, когда ребенок, мальчик, он хотел помочь своей матери. Она что-то чинила, и он говорит, я хочу помочь. И тогда мама отмахнулась и говорит, не надо, я сама. И оказывается, тем самым мы закладываем в сознание у мальчиков, что не обязательно помогать женщинам или еще хуже, ты вообще не справишься. Тому, что иногда у мальчиков формируется женский склад, скажем так, мышления или женский тип восприятия, могут предшествовать определенные события. Другими словами, есть конкретные причины, почему мальчик более женственен, нежели мужественен. Причинами могут быть различные факторы, например, генетические факторы, наличие мужских или женских гормонов у родителей, среда общения, к примеру, на гормональном фоне все в порядке, но так случилось, что он в основном находится в окружении женщин. Мама, сестра, тетя, учительница, воспитательница и так далее. В таких случаях желательно организовать общение с другими мальчиками, сверстниками или с учителями, родственниками мужского пола. Качество питания. Оказывается, то, как питаются мальчики, напрямую может влиять на их мужественность. Полезная и здоровая пища без химикатов и консервантов может больше способствовать его естественному мужскому развитию. Отсутствие подходящего примера. Например, если мальчик видит, как мужчины в его окружении неподобающе себя ведут, они мысленно решают, что лучше они не будут на них похожи. В таких ситуациях желательно показать и другие примеры. Например, из истории батыров и богатырей нашего народа, какими они были мужественными, мудрыми. История из подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тем не менее, и несмотря на то, что вы, допустим, заметили за своим сыном такого рода характер или такое поведение, которое более похоже на поведение девочек, то следующие рекомендации можно использовать в качестве причины, чтобы развить в них мужественность. Прежде всего, мальчикам необходимо заниматься спортом. Физическая нагрузка важна для развития мужественности. Вид спорта можно выбрать любой, но обязательно мужской вид спорта. Правильное и сбалансированное питание. Чаще просить вашего сына помочь вам или физически, или советом. Так он почувствует, что он вам нужен и ценен в ваших глазах. Следующее – это подкрепление хорошим примером. Видение, например, отца, брата, дядю, учителя или родственника с мужским характером позволит мальчику ориентироваться на него в своем развитии. Позволить мальчику выбирать и принимать решения, а в последующем доверять ему. Так он почувствует, что способен на серьезные и достойные поступки. Ну и, конечно же, прививать ему духовные ценности, чтение духовной литературы, приближение к Аллаху, так как благодаря этому у каждого мальчика проснется его истинная мужественность, с которой создал его Всевышний Аллах. Мужчины уже с самого юного возраста чувствуют, кому нужно помогать, кто наиболее слабый, и они стремятся их защитить и заботятся о них. Поэтому матерям рекомендуется чаще, например, просить их помочь им. Например, «Я не могу поднять стул, помоги мне, пожалуйста», а не так, что «Давай ты сиди, я все сама сделаю». Просьба о помощи автоматически делает вашего сына сильным, ведь вы, когда просите, получается, признаете, что он может, а вы не можете. К тому же мы, женщины, привыкли как-то проявлять такую инициативу и говорить, что «Я все решила, я знаю, что говорю, лучше будет сделать так и так». Оказывается, в мужском характере и в их психологии есть такое, что они любят принимать решения сами, то есть последнее слово должно быть за ними. И желательно уже с юного возраста это воспитать. Например, если вы решили куда-то пойти или выбираете, например, мероприятие, посоветуйтесь с ними, скажите, как ты считаешь? Вот как ты скажешь, туда мы и пойдем. И тогда он почувствует себя мужественным. Принятие решения мужчинами позволяет, ко всему прочему, унести за них ответственность. Люди в целом всегда оказывается охотнее несут ответственность за те решения, которые принимают сами. Вот мы, женщины, часто возмущаемся и говорим, почему мой сын не проявляет мужественность? Ты же мужчина, давай, ты должен делать так, ты должен делать вот так. Давайте признаемся честно, а вообще мы позволяем ему проявлять эту мужественность? Ведь иногда, когда сын проявляет какой-то характер, да, допустим, и говорит, все, я сказал, будет вот так, допустим, то мы сразу же расцениваем это как неуважение и начинаем бороться с ним по этому поводу. Лучшим, конечно, будет в отношении с сыном для начала самим проявлять уважение к нему. Ведь Аллах сделал мужчин выше женщин, и уже с детства мальчики это, оказывается, чувствуют. И даже злятся иногда, если вы повышаете на них тон голоса. Уважение, конечно же, любят все, даже маленькие дети. Самое важное и ценное для подрастающих мужчин это, конечно же, ваше признание. Признание матери является, оказывается, таким психологически очень важным моментом. Потому что если его собственная мама признает, допустим, его мужественность, то у него возникает такое чувство, что да, что все, как будто все женщины мира признают его мужественность. Поэтому очень важно поддерживать его в этом и подкреплять. Крайне также важно, чтобы в семье уважали отца. То есть его слово также должно быть самым первым и главным законом. Это мы так думаем, что дети ничего не замечают. Живем своей жизнью, припираемся, где-то ругаемся, а на самом деле дети все это мотают на ус и фиксируют, как нужно разговаривать, как не нужно разговаривать. Допустим, если мама не уважает папу или, допустим, скажем так, не подчиняется каким-то правилам, то это влияет и на сына. То есть сын начинает чувствовать, что мужчина, например, в семье не главный или он, например, что-то не может сделать и так далее. Тем не менее, это, конечно же, не значит, что, опять-таки, да, что нужно полностью переделывать человека. Бывает так, что это природные особенности. Например, бывают нежный характер или более мягкий, допустим, голос. Это просто бывают иногда такие индивидуальные психологические особенности. Так или иначе, при любом раскладе, если вы, как мама, будете проявлять слабость или, например, чувство такое бывает, у каждого, каждая женщина это понимает и знает, что как будто она действительно не может и просит ей помочь. Любой сын, он как бы с гордостью отзовется и будет ей помогать. Таким образом, отдавая полномочия или, скажем так, позволяя вашему сыну заботиться о вас, вы формируете в нем ответственность, которая присуща мужскому характеру. А с вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова